Ну а сейчас в ботанический сад Петропавловска там выхаживают детенышей сибирских косуль. Местные жители обнаружили их в лесу и посчитали осиротевшими. Найденышей привезли в оранжерею и теперь там их пытаются поставить на ноги. При этом специалисты говорят, косулятам оказали медвежью услугу, забрав их из естественной среды обитания. Чем это может обернуться, узнавала Нургуль Ахметова. Сотрудница ботанического сада Анна Ляшенко для косулят Бэмби. Малыша теперь как мама кормит с бутылочки и ухаживает за еще неокрепшими животными. Одиноких детенышей жители нашли в лесу и привезли в оранжерею. Первый косуленок Бэмби поступил с переломом ноги в области голени. Сейчас вставлена спица, в течение 3-4 недель будет кости срастаться. А косуленок по кречке Малыш поступил буквально вчера. Это месячный косуленок, потому что даже еще куповина не отпала. Будем сейчас выхаживать их, им нужно жирное коровье молоко. Пока не окрепнут, Бэмби и Малыш будут в ботаническом саду, где обрели приют, такие же найденыши, как они. Затем косулят планируют вернуть обратно в естественную среду обитания. Тем временем специалисты подчеркивают, ни в коем случае нельзя подбирать в лесу детенышей диких животных. Обнаруженные детеныши диких животных в лесу – это не сироты. Возможно, родители где-то находятся в поисках пищи. А что более вероятнее, скорее всего, они покинули, потому что услышали ваше присутствие. Поэтому у зверя на такие вещи очень мгновенная реакция. И поэтому они ждут, когда вы отойдете. Ну и, соответственно, ни в коем случае нельзя трогать детенышей диких животных, потому что родители к ним, учуя в ваш запах, просто не подойдут. Дикие животные сложно адаптируются к переменам, отмечают инспекторы. И если они привыкнут к людской заботе и вниманию, то им тяжело будет выжить в природе. И это тот случай, когда спасением можно только навредить. Нургуль Ахмедов, Коныш Казбеков, Хабар, 24, Петропавловск.